Один ответил за всех. Сегодня в региональном парламенте прошла рабочая группа. Обсуждали судьбу саратовских авиалиний. На нее пришли народные избранники, представители Роспотребнадзора, также представители транспортной прокуратуры и лишь один представитель саратовских авиалиний. Ну возьмите с инициативой выйти в Росавиацию, чтобы вам дали ответ и так далее и тому подобное. Или хотя бы дайте нам информацию, соответственно мы будем реагировать тогда, если у вас нет полномочий. После трагедии, которая произошла 11 февраля, началась активная проверка со стороны Росавиации наших саратовских авиалиний. Как утверждают представители Сарави, все замечания были устранены. И сейчас у Сарави есть какие-то проблемы с задержками рейсов, потому что не хватает судов. Аэрофлот опять же готов уже сегодня увеличить частоту рейсов, а после чемпионата мира увеличить частоту рейсов в два. До скольки частоту вам готов увеличить и почему вы об этом знаете, а мы ничего не знаем, Василий Михайлович? Вы поработаете с ним. На данный момент Сарави частично возобновили продажи билетов на внутренних направлениях. Сообщается о принятии решения лишь сократить на 50% программу чартерных международных полетов на весь июнь. А в Росавиации рассматривается заявка авиакомпании о снятии ограничений сертификата эксплуатанта. Решение должно быть принято не позднее 27 мая. Сразу, как только пройдет однодневная проверка. Проверяют маршрут, то есть это проверка работы экипажа, наземную службу на маршруте, так называемый. Это называется маршрут перрон. То есть представители Росавиации вылетают из Москвы, летят в данном случае в Саратов. По пути проверяют работу экипажа. Как и следовало ожидать, эта рабочая группа закончилась одними разговорами. Будут все ждать конца мая. Тогда уже будет понятно, что решит Росавиация после контрольной проверки. Будут ли летать самолеты и будет ли работать наш старый саратовский аэропорт. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов-24. Продолжение следует...